ЧИЧМАН 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 Будет 500 киловатт. Поэтому один генератор мы сносим. Сюда мы один генератор добавляем. Есть. Потому что эта турбина сейчас у нас закрутится. И строим еще одну турбину. Вот здесь мы ее поставим. Она будет работать от этого же бойлера. Вроде бы как он справляется на два фронта. Поэтому также ставим еще маховичок. Блин, е-мое. Ставим маховичок сюда сразу. И также ставим сюда сразу два генератора. Есть контакт. Далее, ребят, мы подводим вот этот пар, который вырабатывается в бойлере, сюда. И с этой турбины выводим также мятый пар, который она производит. Вот в эту трубу просто сразу на зарядочку. Отлично. Все красиво. Вроде бы все красиво. Сейчас это дело построится. Машинка что-то у нас не может проехать. Вытащить. Вроде бы все красиво. Также, ребят, помните, в прошлых сериях мы настраивали с вами переработку еды, так как еды было много, ее было некуда девать. Мы поставили с вами биореактор, который разлагал нашу еду на газ и грязь. Потом газ шел у нас на, также другой немножко, бойлер на газу. И мы производили типа электроэнергию. В общем, ребят, этот проект не очень себя показал, так как у нас выросло население, стало потребляться больше еды. Даже несмотря на то, что у нас плантации уже удобряются, все равно еды маловато, тем более население будет расти. Поэтому этот проект мы с вами свернем. Может быть, в будущем, когда будет больше производства еды, тогда можно его снова организовать. Сейчас, сливаем этот проект, ребятки, он нам, в принципе, сейчас уже не нужен. Пока все-таки еды у нас немного. Так. Все, пусть проект этот сворачивается. Также, ребят, у нас уже на карте начинает заканчиваться нефть. Вот в чем дело. В наших месторождениях осталось всего 5212 единиц нефти. Это по сравнению, сколько было, вы видите, да, 22 тысячи было. Стало 5000. Это уже, в принципе, четверть того, что было. И я поначалу, конечно же, немножко очканул. Но, благо, то, что на глобальной карте у нас есть нефтяная платформа, в которой, вроде как, бесконечно нефть. Она добывается постоянно. И также есть корабль, который возит нам эту нефть. Мы ее храним. Изучилось жилье третьего уровня. Мы ее храним в резервуарах. Но, также у нас в изучении стоит. Что у нас стоит в изучении? Грузовой причал второго уровня. Наши резервуары увеличатся. И я надеюсь, что этой нефти нам хватит для дальнейшего всего производства. Мы просто подключим вот эту переработанную нефть. Даже не переработанную, на прямую нефть подключим вот сюда, в эту трубу. И я надеюсь, что эти заводы также будут продолжать работать. Главное, чтобы ее хватило. Вот, в принципе, такие дела. Ну что, начинаем пробовать заниматься производством стекла. Нелегкий это процесс, конечно. Но придется постараться. Конечно же, ребят, я немножко забыл. У нас вот этот завод, ректификационная колонна, этап 1, вырабатывает тяжелую фракцию нефти. Ее мы палим, но давайте поставим для нее резервуар, в который она будет собираться. И мы ее будем лучше палить в бойлере для производства пара. Вот так вот. Поэтому ставим вот здесь котлованчик. Вот эту штучку мы сносим. Так. И ставим здесь трубу. В этот котел. Давайте ее ускоренно снесем. И отводим это дело вот в этот котел, ребятки. Вот так. Все. Здесь выбираем тяжелая фракция нефти. Ее мы, ребят, будем палить. Цистер мы будем постоянно опустошать, чтобы она всегда была доступна для работы этого завода. То есть, чтобы всегда было место, куда сливать, и завод работал. Так. Ну что, начинаем тогда. Смотрим, что у нас вообще есть. Производство стекла. Находим здесь. Для производства стекла, ребят, нам понадобится расплав. Стекломассы. Расплав стекломассы. И для расплава стекломассы нам понадобится стекольная шихта и уголь. Блин, уголь здесь просто везде, ребят. Без угля вообще никак. Очень много угля нужно. Так. Стекольная шихта. Чтобы произвести стекольную шихту, нам нужен завод. Тот завод, который я говорил, что мы пока что строить не будем для производства кислоты, но он нам нужен также для производства стекольной шихты, которая производится из извести, песка и соли. Соль, ребятки, у нас, конечно же, добывается при помощи отпаривания морской воды. Сейчас мы найдем в списке соль. Где соль? Я не вижу. Вот, соль, ребят. Соль у нас добывается из пруд-испаритель, то есть из морской воды. Добыча морской воды у нас уже также прокачена. Давайте начинать. Первое, что нам понадобится, это насос для морской воды, который производит нам морскую воду раз в 10 секунд. Его мы... Производство, ребят, будем строить здесь. Блин, нам нужен будет уголь, соли, но здесь просто негде его поставить. Нам надо будет песок. Песок находится здесь, это будет ближе намного. Поэтому я решил сделать производство соли именно в этой части. Ну что, выставляем это дело, все. Так, 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 так. Опа, есть. Поймали. Отлично. Так, далее. Для переработки этой воды нам понадобится тепловой опреснитель. Кстати, можно производить, смотрите, можно производить соль прямо из воды. То есть тепловой опреснитель ставить не обязательно сразу. Ну, посмотрите, время производства. Также есть у нас два вида пруд-испарителя. Один в два раза дольше работает, чем этот. Даже в три раза дольше. Мы будем ставить второй. Я не знаю. Ну, просто для того, чтобы попробовать, давайте будем устанавливать опреснитель в таком случае. Вообще он как бы не обязателен. Но в нашем случае мы его поставим, чтобы посмотреть, что это вообще такое. Так, ставим с вами опреснитель. Есть. Он у нас будет выдавать рассол. И из рассола мы будем уже производить соль. Так, хорошо. Теперь ставим пруд-испаритель. С. Пруд-испаритель С. Он у нас будет сюда... Он у нас будет производить соль уже. Выставляем сюда. Здесь, ребят, я поставлю обязательно цистерну для рассола. Лучше все делать через цистерны и хранилище. Оно тогда намного лучше. Так. Все. И также у нас, ребят, еще будет вода отсюда вырабатываться. Но воду я подключать сюда не стану. Мы ее просто первое время будем выбрасывать. Потому что воды у нас на самом деле очень много. И где-то ее выставлять вообще смысла нет. Мы ее пока будем сбрасывать вот в эту трубу. Потому что везти сюда я не буду. Я не буду. Хотя можно было, в принципе, ребят, вывести эту воду вот в эту трубу, которая у нас сливает сточные воды. Но, опять-таки, у нас может произойти как и с нефтью, да? С выбросами. Она будет тупить. Поэтому я поставлю просто здесь сливную трубу. Так, что нам нужно для производства? Вот единственное, ребят, что неудобно здесь, это для производства рассола нам нужен перегретый пар. Перегретый пар идет только с бойлера. Два бойлера, которые могут вырабатывать перегретый пар. И доставка угля сюда, как вы понимаете, с этой стороны я не знаю, когда вообще существится. Так, давайте закажем еще, наверное, машинок, ребят. Две штука по-любому. Новые машинки, также нам, чтобы их произвести, нужно стекло. Стекла пока у нас, к сожалению, нет. У нас открылись, да. Открылись новые машинки. Они вмещают по 60 единиц уже. Обычные фургоны по 20, новые по 60. Так, строительство идет, ребят. Ну что, давайте думать. Смотрите, еще есть такой вариант. У нас открылся как его называют, блин. Я уже забыл. Да, у нас также открылся электролизер, который производит водород. Также у нас есть вот второй котел, да, который у нас производит, где он находится. Вот, бойлер на газу, он может работать, ребят, на водороде. но kidnapping но этот завод производит настолько мало водорода, но все равно, если мы будем ставить этот бойлер, в любом случае мы опробуем этот завод, он очень мало водорода производит, просто настолько мало. Один водорода, смотрите, давайте посмотрим, сколько он производит. Он производит два водорода из одной воды. Но это вообще ни о чем. Ладно, давайте настраивать бойлер нам нужен пар мы здесь поставим просто два бойлера в одном будет сжигаться фракция и водород во втором бойлере второй бойлер на запасе будет на угле потому что водорода будет мало и фракции нефти которая здесь у нас вырабатывается тоже будет мало как вы видите даже за это время еще вот только сейчас пошел работать завод так как у нас много резины ну с нефтью конечно будут у нас еще проблемки мне кажется так выставляем с вами бойлеры сейчас один ставим бойлер на угле также он будет потреблять воду кстати вот эту воду можно пустить обратно в бойлер будет у нас такое безотходное производство но это позже так бойлер на воде и второй бойлер мы поставим который будет сжигать ненужные уже именно нам материалы так отлично два бойлера стоят хорошо далее давайте наверное подключать нет ладно поставим сейчас электролизер я не знаю он такой бесполезный пока что будущем может он пригодится потому что он h2o вырабатывает водород нам нужен будет наверное где-то пока еще не знаю где давайте поставим здесь тогда электролизер отлично заводы как вы видите у нас уже построились давайте мы их приостановим чтобы потом запустить производство здесь у нас будет из рассола вырабатываться видите из рассола еще соль делается быстрее чем из воды поэтому лучше из рассола будем делать так бойлеры у нас строятся давайте выводить ненужные нам массы теперь это будут у нас дымовые трубы так дымовая труба мы ее за бойлером прям поставим наверное так туда будет подаваться уголь из двух мы выведем в одну всю тему большие трубы на трубу я не буду выпускать нам придется все равно еще ребят построить еще одну трубу либо давайте сначала подведем наверное ребят воду также вот эту трубу мы для подачи воды сюда нам подается вода мы ее улучшим и от этой трубы мы подключимся уже водой к бойлером нашим потому что тепловой опреснитель у нас будет работать непостоянно он будет воду производить непостоянно из-за этого могут потом стоять бойлеры если подключить чисто от него и эту трубу мы выведем сейчас вот таким способом аккуратненько подвезем здесь воду с вами но также не забывайте нам надо и туда и туда вода в чем вопрос так так хорошо и сюда вода нам нужно нет 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 вот сюда и нам надо как-то проходить так аккуратненько строим для неудобно вот здесь конечно а как нам сейчас подключиться они оттуда начал ребят не оттуда да я начал сзади и направление трубы на направление трубы можно потом сменить в принципе так отлично подача воды у нас будет главное чтобы вот это вот вышечка у нас справлялась как вы видите она может и не справляться но мы если что ее ускорим немного так хорошо также нам вода понадобится ребят для производства рассола мы сюда не рассола h2o сюда мы ребят давайте наверное реально вот эту трубу пока использовать не будем мы выведем поставим еще одну цистерну здесь да систему уже жесткие становится мы вот здесь поставим еще одну цистерну сюда выведем трубу для воды и будем сюда собирать воду которая у нас будет потом будет уходить вот сюда так правильно для производства водорода так далее выводим две трубы с выхлопами раз два есть и также нам еще одна труба понадобится для отвода азота и вот и кислорода вот так вот так очень много конечно здесь всего блин а аж башка путается так здесь мы с вами проводим трубу на вывод отлично и h2o у нас будет заряжаться ребят сразу в бойлер но я не знаю стоит ли ставить трубу машинки смогут тогда подъехать ну давайте проведем аж 2o в бойлер все и осталось сейчас нам ребятки опа а я что-то не то сделал стояночка вот это мы не то сделали а я пар туда вывел красавчик так и теперь выводим две трубы побольше уже подводим подводим к нашей вот этой установочки я надеюсь парк сожалению ребят смотрите как я все застроил я не могу вывести ничего блин ё-моё как так подождите 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 вот это мы пока что берем сейчас выведем пар наш для начала так и сейчас так все достраивается и теперь нам надо вывести выхлоп вот так то лучше будет есть так ну вроде бы системы у нас готовы а еще мы не подсоединили доставку рассола и доставку воды морской вот так вот такая система ребят у нас получается блин доставку рассола не то сделал ё-моё доставку рассола мы так у нас ресурсов этих 99 этих 133 поэтому ставим тоненькую трубу пока что раз два раз два здесь у нас под рассол делаем рассол так и здесь у нас под воду все вроде все настроено сейчас ожидаем окончания строительства и запускаем эту систему я надеюсь она будет нормально работать так вот угля у нас вообще а смотрите уголь уже доставили в бойлер вообще офигенно здесь у нас так же будет доставляться наша фракция ее уже тут довольно таки неплохо я не знаю может я зря подключил конечно вот здесь трубу может лучше пусть машинки сюда подъезжают и закидывают вот я не знаю в общем ребят вот этот заводик тоже мы сейчас отключим в общем ребят ждем окончания строительства и запускаем наше новое производство ну что народ все готово у нас вот только остался кусочек трубы давайте мы мгновенную доставку сделаем уже заработал наш котел производит нам парецкий так что для начала мы запускаем сначала эту систему потом запустим электролизер потому что нам сюда нужна вода ну что включаем здесь у нас уже воды полно в насосе она пошла как видите по трубам включаем наш тепловой опреснитель пошла вода есть заполняется отлично вот этот рецепт все равно не работает это с насыщенным паром работает у нас перегретый пар так отлично пошел первый рассольчик по трубам у нас здесь он не заполнится и включаем производство пруд испаритель с подогревом пруд испаритель с подогревом сейчас сюда подастся конечно рассол рассола у нас еще маловато да и мы конечно же забыли с вами поставить здесь бункер для сыпучих грузов куда будет производиться у нас куда будет у нас попадать соль вот так мы ее поставим здесь выбираем соль и также ставим здесь конвейерчик для сыпучих грузов все отлично все должно быть готовым да и что включаем наш как его называют электролизер который будет производить нам H2O H2O будет H2O H2O водород водород ребят здесь также настраиваем на водород и запускаем эту шарманочку пошло производство но пока что почему-то нам ничего здесь такого визуального не сделали интересного пока мы только работаем ребят на угле почему-то фракцию нам сюда не подвозят к сожалению вот так производится соль вот выпаривается какими-то лампами здесь светит все сейчас эта вода высохнет вот смотрите соль и каким-то правилам она сейчас у нас уберется вот так вот видите ну красиво вообще анимация супер сделана мне ребят очень нравится очень круто на самом деле вот соль эту всю скинули которая у нас должна вот поэтому давайте доставку мгновенную сделаем поэтому конвейерчику пойти в наш сборник ну вот и соль первая пошла ребят отлично все вроде как производство соли мы настроили да ребят я усилил здесь все-таки вот эту водную вышку потому что воды как вы видите у нас не хватает сейчас будут работать две и я надеюсь две справятся потому что на заводы наши уходит очень много воды ну здесь у людей вроде бы воды хватает ну это потом мы куда-нибудь денем вот еще соль пошла ну что теперь из этой соли нам надо сделать стекло начинаем производство не начинаем производство стекла а начинаем строить сеть производства для производства стекла я запутался короче и так я немного подождал конечно чтобы у нас поднакопились ресурсики для постройки ну что здесь у нас все отлично работает все-таки воду я выпустил потому что очень много воды производится и эта вода к сожалению если ее не выливать вот таким способом ну это красиво да то она не дает работать заводом в общем все я починил так ну что для производства стекла нам понадобится первое это промышленный смеситель который производит кварцевый песок так получается стекольную шихту вернее стекольную шихту мы получаем из соли которую мы уже добываем и известняка и песка еще придачу так как у нас вот здесь есть цистерна с известняком здесь есть цистерна с песком мы все это будем делать рядом поэтому устанавливаем сразу со старта здесь промышленный смеситель так вот здесь мы его прямо поставим наверное также нам понадобится еще вода ребят как вы видите вода у нас есть рядышком это хорошо ставим сюда далее что нам нужно далее сейчас посмотрим тут очень вот стеклоформовочная она производит ребят стояночка нам еще нужен завод который производит не завод ребят нам нужна просто доменная печь в доменной печи появился рецепт как вы видите стекольной шихты стекольная шихта плюс уголь получаем расплав да нам нужна доменная печь опять уголь ребят везде нужен уголь жесть когда уже с него можно будет перейти на что-нибудь так давайте как-то так поставим чтобы у нас не объезжали машины по полчаса тут все вот здесь я поставлю ребят так хорошо есть далее далее нам нужен стекло нужна стеклоформовочная машина она производит из расплава стекломассы уже непосредственно стекло цеклоформовочную машину ставим вот здесь мы вот таким способом это дело проверем она у нас также будет нет наверное ребят я ее не здесь поставлю блин неудобно я доменную печь на самом деле поставил давайте ее перенесем все равно неудобно доменную печь надо ставить вот здесь хотя бы вот сюда мы ее влупим да да вот здесь у нас будет доменная печь далее у нас идет стеклоформовочная и уже она будет нам непосредственно ее мы поставим ребят вот с этой стороны вот отлично вот так вот хорошо вроде заводы у нас стоят по моему да ребят также у нас прокачался навык конденсации пара не навык а исследовалась технология конденсации пара что это за технология это короче из пара из перегретого пара можно производить обратно воду ну это нам вроде как пока не нужно воды у нас достаточно везде поэтому где она сейчас давайте посмотрим что это за дело такое я даже не знаю где это находится ладно потом продолжаем производство стекла так сейчас нам нужно подключить в эту штучку промышленный смеситель нам нужно подключить песок и известь соль нам будут подвозить пока ребят машинами потому что ну не будем мы везти конвейер отсюда пока может в будущем вот сюда поэтому для начала мы подключаем песочек так желоб я не знаю смогу ли я под низом провести да можно провести под низом отлично сюда подключаем песочек также также ребят нам надо подключить эту известь вот сюда смотрите как хорошо получается над заводами да отлично есть подключение далее что нам еще нужно соль стояночка стойте ребят стойте немножко переделаем это дело чтобы машины подъезжали с этой стороны завозили нам соль так желоб песочек мы подключаем вот в эту часть а известь подключаем вот в эту часть а я теперь не могу подключить в эту часть блин да что же это что же это такое наверное все-таки придется ребят подключать как я и делал смотрите что-то не влазит а что-то я не то что-то я не то делаю так отсюда мы идем сюда так а вот отсюда мы идем вот сюда пойдет и так ребят все в принципе готово далее что нам еще нужно нам нужно подключить песок стекольную шихту нужно подключить к сталилитей есть подключено далее как вы видите рецептов здесь куча также можно производить из воды и соли рассол с которого можно производить соль короче все что мы производим можно производить в обратном порядке я так понял указания рецепта мы будем давать потом здесь мы пока что также не указываем рецепт чтобы запустить производство по отдельности так стекольный расплав мы будем выводить через желоб к нашему стеклозаводу есть ну и конечно же нам нужен склад нам нужен склад в который будет складываться наше стекло подождите а что у нас а у нас еще шлаки ребят производятся в этом заводе у нас производятся шлаки так же как и в этом заводе поэтому мы сейчас поставим с вами отдельный бункер для шлаков потому что шлаки в любом случае надо будет вывозить так бункер для шлаков мы установим примерно а вот здесь мы его установим да вот здесь мы его установим и нет не здесь подождите опа успел успел убрать бункер для шлаков мы вот таким способом поставим а вот так вот поставим и все вот так вот вот нет вот так вот да иногда даже вот как-то правильно поставить хочется блин и нам нужен конвейер для шлаков его мы определяем под шлак так туда выводим сейчас два конвейерчика желоб раз желоб два все в принципе здесь нам все верно все верно все правильно да и для стекла нам нужен конечно же склад который мы установим давайте вот в этой части наверное вот сюда выведем просто конвейерчик чтобы у нас складировалось стеклышко отлично все ждем окончания строительства и запускаем наше производство вот посмотрите известь и песок уже подали также нам ребят желательно добавить еще машинку на песок потому что не факт что одна будет справляться сейчас заряжать вот эту вот вот этот вот бункер наш так здесь все работает стройматериалов хватает вроде бы все нормально никаких сообщений то что чему-то хана у нас нет это очень радует ребят здесь как мы видим а куда они вывозят интересно вот это вот это вот шляпу бойлер не работает бункер наполняется смотрите бойлер не работает бункер наполняется и никто не вывозит интересно интересно удобрений как вы видите у нас куча всего у нас куча и давайте пока посмотрим что у нас исследуется в исследованиях у нас ребят далее идет грузовой причал второго уровня ну это в принципе ничего особо этому внимания не надо уделять потому что мы просто улучшим наши цистерны для хранения топлива и у нас будет еще больше нефти нам нужна нефть потому что здесь как вы видите уже 4400 остается пока мы с вами здесь играем уже 600 сожрало так достраиваем мгновенную доставочку делаем этого дела все достраивается последний складик у нас и мы начинаем производство здесь мы включаем кислоты у нас нет поэтому только первый рецепт нам подходит пошла работать заполняемся 18 песка надо вы представляете это неплохо так для 14 пошла загрузочка песком но когда ты врубишься все уже должен работать а почему не производит а соль ребят сейчас подвезут соль я забыл вообще что соль еще нужно сейчас подвезут соль соли у нас достаточно где наши вот две машины поехали по сути за солью да вот что неудобно видите что очень далеко вот здесь но даже несмотря на это смотрите все равно как бы уголь поставляется вроде как все работает здесь в принципе нам очень много не нужно пошла соль скоро мы улучшим наши машинки и будет все еще намного круче все пошел первая доза пошла как говорится первая порция погнала посмотрим какого цвета это стекольная шихта можно это еще посмотреть все вот в таком виде смотрите как круто да вообще классно вот пошел первая первая порция нашего песочка поступила но у нас по сути не заряжен заводи все заряжен так расплав стекломасс выбираем рецептик сейчас нам должны подвести уголь но вот именно когда с углем такие проблемки начинаются можно вот здесь где-то прошляпиться если вот здесь у нас здесь ладно а вот здесь вот жестко если закончится уголь то просто может все остановить да как вы видите два генератора вырабатывают по 250 ну они еще кстати подстраиваются да помните я говорил про распределение электроэнергии смотрите для чего маховик в турбинах можно включить автоподстройку то есть если включено в целях экономии ресурсов турбина будет автоматически останавливаться раскрутив вал до максимальных оборотов а когда они упадут до минимума включится снова учтите что турбине нужно некоторое время чтобы набрать оптимальные обороты поэтому ребят я пока что эту функцию не испытывал как вы видите у нас уже горит восклицательный знак что нефть залежи почти исчерпаны ребят так ну что нам уголь привезут сюда просимо уголь где ребятки привезите нам пожалуйста угля они пока что не думают об этом даже наверное очень много угля нужно ребят ну по крайней мере на данном этапе вообще практически один уголь потому что пар произвести без угля ну можно сказать нереально очень много чего перерабатывается но все же фракции можно как-то перейти на газ топлива но над этим я подумаю еще ребят вот здесь видите водородом очень долго заряжается у нас производится два водорода два водорода а для одной порции для одной порции пара в этом бойлере надо 12 водородов поэтому очень долго вот эта фигня работает так ну что по углю у нас ребятки мы долго будем уголь тут ждать я залез в исследование да ребят и потом что-то забыл про исследование мы смотрели с вами исследовать они загружают видите вот эту вот это сейчас они его наверное подгрузят ребят и уже повезут уголь на нашу станцию здесь пока что нормально сейчас должны по-любому рейс сделать на станцию у меня здесь три экскаватора как вы видите но почему-то работает только два а почему работает только два а нет один не назначен еще добавим экскаватор один но нет вот здесь конечно да здесь нам нужен уголь ребят по-любому и сюда подвезли ладно мы немножко им дадим сейчас вот так вот сделаем все три экскаватора пошло да такую ямище здесь выкопали нехилую просим уголь просим уголь нет он сюда повез смотрите вот он первый поехал 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 да ребят повез уголек нам отлично это уже даже да это первая машина он повез нам уголь наконец-то какими-то чигирями чигирями но мы потом еще подстроим здесь конечно с углем что-нибудь да ребят и с производством угля ой с производством стекла мы уже можем улучшить наши жилищные поселки до более высокого уровня кстати у нас один рабочий остался без работы маяк работает но здесь нет рабочих наверное его надо снести и поставить новый и сделаем наверное ребят мы приказ увеличения населения потому что вот я зашел в офис капитана и здесь мы прирост населения сделаем у нас уже нехватка рабочих я вообще забыл про это да вот уголь подвезли первый так не понял а что не так а co2 ребят я забыл поставить здесь трубу чтобы палить выхлопы а мы ее прямо вот здесь и поставим я совсем забыл ребят вот пошла первая стеклянная шихта вернее стеклянный расплав я забыл вывести вот это да как вы видите у нас население пошло расти плюс 2 человека блин ну мы прямо уложились четко в количество рабочих все отлично заработало и первое стекло ребят как вы можете видеть уже пошло вот таким способом мы давайте даже ближе посмотрим на это дело вот первое стеклышко поперло мне так нравится смотреть на это все на производство когда разные иконки различных так а что тут уже полный что ли да уже полный котел вы видели на вывоз поставим сейчас это дело вот так ребят так что производство стекла у нас началось я естественно а подождите куда-то воду надо было подавать вы не помните что-то я не припомню или мне показалось вот этот шлак у нас будет также вывозиться машин вроде у нас ребят хватает шлак сюда загружается песок шлак вывозится вот сюда смотрите у нас уже какая поляна здесь получается мы это все увеличим конечно же и ребят давайте еще напоследок да мы поставим здесь цех который будет производить мебель это электрифицированный электрифицированный цех ну то есть тот который производит стройматериалы он же может производить мебель где он находится я уже не помню и сделаем вот электрифицированный цех как вы видите из дерева и стекла производит мебель поэтому мы поставим его здесь сразу так подведем сюда Стеклышко Вот так И у нас уже будет производиться мебель Которая нужна будет нашим жильцам То есть у нас открылось также в жилье Как вы видите Была электростанция Была станция водоснабжения Теперь появился магазин хостоваров Снабжает поселение хостоварами При исправном снабжении поселение Производит единство Это все, ребята, для увеличения единства Чтобы поселение нам приводило Но я им пользуюсь только для ускорения Обычно Мгновенная доставка и мгновенная доставка Единства у нас, в принципе, вроде достаточно Пока что Ну и, конечно, нам нужен будет склад под мебель Хотя первое время Я даже не знаю, насколько он нам нужен будет Но давайте поставим В любом случае склад мы поставим с вами Так Вот здесь Нет, что-то я сморозил какой-то Не то что-то сделал Так, склад Мы склад вот здесь поставим Так, и выведем сюда, конечно же, ленточку Отлично Здесь берем рецепт мебель Стекло плюс древесина Как вы видите, пошло стеклышко подаваться Сюда И также, ребят, конечно, мы уже можем Когда Немного стекла будет с запасом Мы можем уже строить с вами Грузовики Которые намного Покруче, чем эти В 3 раза примерно Также в исследованиях, ребят, мы поставим Далее Что у нас еще не исследовано Производство хостоваров У нас исследовано Мы уже производим хостовары Жилье Обработка сточных вод Кстати, сточные воды Из них можно делать Воду и грязь Но зачем нам вода и грязь Пока нам это не нужно Теплицу, ребят Я качну теплицу Я думаю, теплица Урожайность на 20% выше Обязательно добавляем в очередь Также, ребят, большой экскаватор Но для производства большого экскаватора Нужны какие-то механические детали Короче, я не знаю еще пока, что это такое Как только я узнаю Я вам обязательно также все расскажу Улучшаем конвейеры И Далее у нас будет Улучшение исследовательской лаборатории Биомасса Я не знаю, для чего нам нужна Пока что вообще не знаю, для чего Для производства грязи Короче, из еды производят биомассу Для чего нам нужна биомасса Для производства удобрений И все Ну, мы это качнем Естественно, да Также, ребят, обработку ставим Ну, в принципе, на этом пока что мы Закончим Вот пошла, ребят, первая мебель Вот так она выглядит В ящичках Вам спасибо огромное всем за внимание Обязательно оставляйте комментарии Может, есть какие-то пожелания Чтобы я по определенному виду промышленности Еще что-то заснял Ну, вы меня поняли Подписывайтесь на канал Прожмите колокольчик Вступайте в мои группы И до встречи в следующей серии Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok